всем привет кроме орков прежде чем вам сообщу скандальную новость в сфере вихревой медицины еще немного дополню первую половину выпуска кроме того что на посохе не следует закольцовывать металлические проводники не стоит применять в качестве излучателей металлические трубы все проводящие закольцовки плохо влияет на результат так как сильно поглощает именно ту энергию которая и создает максимальную пользу живому организму но не видно не осциллографами не тестерами не другими анализаторами также когда вырезаете ленту кто обязательно закругляйте ее концы преобразованная энергия вырвавшаяся из тора потоком устреляется над поверхностью ленты и не только из-за скин эффекта это как коньки по льду едва соприкасаясь увлекается силой потока по наименьшему сопротивлению дорожки максимальная плотность энергии при движении находится на середине ленты распыляясь в окружающее пространство когда поток доходит до края то из-за прямых или острых углов сливается как в пробитое отверстие тупой же угол или закругление плавно заворачивает поток в то же пространство более подробно возможно когда-либо поясню физику процесса труба на которую размещаете ленту может быть и деревянные пластиковые и картонные или просто некие растяжки диаметра не особо важен но как по опыту скажу все таки с собой оптимальным будет мною выбранная труба 50 миллиметров меньше диаметра не так хорошо охватывает пространство а больше уже не дает такой концентрации проводки от тора к излучателям как я уже говорил желает это делать тонкими но не сказал что не нужно чтобы они друг с другом были слишком близко то есть следует брать допустим высоковольтный провод как тут или вставлять в некую силиконовую трубку как тут расстояние должно быть более 5 6 миллиметров между ними еще конечно желательно всячески пытаться использовать модуляцию но так как исследование по ней требует много времени то этим не занимаюсь тем не менее старайтесь использовать и как-то пытался года два назад привлечь одного программистом на общественных началах совместной разработки ему говорил в каком направлении писать программу и какой алгоритм действия а он реализовывал даже что-то у нас нарисовывалось но все все это волна занятости в конце концов исчез а так как проект замечался грандиозный с управлением по вайфаю через есп 8266 и процессором уровня стм 32 f 103 или 130 или 160 крутейшие алгоритмы формирование формы несущей модуляции вплоть до применения аэристических методов перебора которые еще более 35 лет назад были разработаны нашей командой в конструкторском бюро для проверки испытания цифровых устройств я дала назначению кстати в одном из последних роликов про посох я привел реальный пример когда использовался пару недель в деком бункере а снаружи зацвел кактус так вот мы же на клубы оттуда сообщил что история имеет продолжение посох использовался весной а буквально недавно казалось что там в нескольких метрах от дома растут два плодовых дерева и они сейчас дали столько плодов что никогда не видели логичная история была у меня пару лет назад я вам рассказывал про большую грушу у нас во дворе который после моих экспериментов с посохами просто завалила грушами все вокруг ладно а теперь про ружье которое должно наконец выстрелить как видите вот у меня лежит генератор не просто так лежит тут возникла такая проблема как оказалось я уже давно это заметил мне уже сколько лет четвертый год у меня посохи уже по всему миру разбросаны где только они не существует и где их только не делают да я сам уже их на рабочий 50 сделал за это время раскидал по всему миру так вот где я что делаю и вот раскидываю потом конечно стараясь какую-то информацию собирается от них узнавать как что чего в общем работает все отлично ну если не считая там каких-то побочек знаете как люди они же оторвыши как обезьяна с горлатой только дарвиз до чего-нибудь то заснуться с этим посохом и в обнимку то там начинают вот она действует вот вроде бы когда хорошо вот приятно все нормально очередь там лучше стало но как-то вот это все медленно как это вот-вот хочется быстрее избавиться от чего-то и начинает повышать дозу и что происходит при этом вот дозу повышают соответственно у них организм начинает вываливать вот это все то что накапливалось годами десятилетиями а то это может по 30 40 50 лет вот как у меня там какие-то например детские проблемы были когда-то травмы или еще что-нибудь вот они сейчас хоть как-то там о себе дают знать и и естественно за это время за столько лет организм он уже вокруг этой проблемы но например было какое-нибудь растяжение как у меня было когда-то 15 лет по моему было растяжение голеностопом до сих пор вот оно чуть-чуть дает о себе знать вот а когда-то была вообще проблема я лет 15 наверно все вот у меня довольно серьезно но влияло после этого и так как есть проблема организм он ее начинает как-то защищать он пытается перестроить организм если у вас например там с почками или с печенью например какие-то проблемы возникли вы что-то там застудили там или повредили когда-то чем-то и вот но и она не восстановилась организм со временем начинает обходить и старается вот например если почки плохо работают он старается как-то другими органами это заменить какие-то выстраивает обходные варианты чтобы организм жил на выживание и соответственно строит систему алгоритмы формулы какие-то химические вокруг себя внутри этих почек и всего остального чтобы создать какие-то определенные условия и это годами накапливается перестраивается организм полностью он бывает что там очень сильно перестраивается по отношению к поврежденному органу и вот мы тут внедряемся его тут начинаем восстанавливать эффективно тут десятилетиями это все наращивалось это все надо постепенно убрать и для этого нужно время чтобы вот организм придя в себя и восстанавливая так как ему дополнительно дали энергию и он пытается себя восстановить чтобы ему дать время чтобы постепенно убрать и это какие-то химические такие процессы какие-то вот эти обходные варианты чтобы он напрямую их опять же алгоритм вновь составил там где-то обросло вот чем-то какими-то там артефактами там или местостазами даже вот что-то могли что-то лишнее наросло камни в почке появились за это время ну или что-то такое какие-то наросты чтобы их там удалить это все надо время причем бывает это тяжело это происходит и так как организм мало того что должен отторгнуть что-то лишнее он это все должен конкретно вывести через кровь там и еще через что-то поток какой-то создать вымывание и для этого надо определенное время вот опять же химические компоненты построит а мы ему не даем мы ему гоним давай 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 естественно получается побочкой естественно возникает проблемы какие-то обострения а никто не хочет тут как-то так думать что за неделю не сделаешь надо бывает полгода год вот как я когда-то рассказывал про травму здесь вот у меня было когда-то я вывернул вот здесь вот у меня тут была проблема ты когда первыми его торами я где-то два месяца по моему вот у меня два месяца каждый день по полчаса по часу вот так вот я работал за компьютером например мышку там и вожу туда-сюда а здесь у меня тор лежит вот полчаса час и вот за два месяца мне по моему в конце концов это ушло настолько что вообще у меня сейчас все полностью а была проблема у меня было так что вот когда были обострения погода все остальное то было так что больно даже вот ручку взять в руки и вот суставы тут или что тут болело что было даже писать тяжело вмешало были такие проблемы но постепенно постепенно я это вывел опять же не не лежал у меня торт тут сутками а именно по полчаса по часу вот у меня так находилась и вот и вот такие вот места я вам показывал когда-то у меня был сильнейший ожог но такое было было скоростной ожог то есть свежие ожог произошел и он я быстро раз раз его вывел потому что было не хроническое а моментальное так вот в чем дело как я вам сказал что было более-менее у меня все прилично эффекты достигались но я только подбирал какие-то варианты уже на основе собранных материалов данных всего остального я уже так корректировал что же здесь все-таки такое сделать в какую сторону мне работать заниматься и так далее вот чтобы оптимальнее более-менее сделать это все конструкцию ты мне люди сообщают сколько вот года три так что есть какие-то проблемы но именно у тех которые сами делали вот они сделают посох там все нормально вроде все в порядке ну вот как то так вот вот некомфортно как-то еще что-то вот что-то какая-то побочка идет какие-то такие неприятные критерии а так как я занимаюсь только своими генераторами как я вам уже когда-то изначально рассказывал давно уже вот еще пять лет назад когда я сразу начал заниматься вихревой медициной кроме того что какие торы какое что какие излучатели применять я естественно искал варианты генераторов и такие-то я их десятки перебирал горелочки но тоже перебирал это один из первых у меня был генераторов которые у меня завелся и пошло хотя были сложности там и с микросхемами все никак но соли мне не то прислали то тут я где искал рыл тут прямо везде нигде ничего не мог найти в общем довольно сложно мне получилось этим пока эту 7056 с буквой а нашел ну-ка на это сделал и вот я у меня тоже было первый раз я включил вот здесь вот у меня тор был конечно на мгтф я сразу этот мел все эти витые пары ты собрал вот макет генератора мне наконец кучу микросхем этих перебрал вот завелось и вот я сразу заметил что что-то вот как-то вот да но сразу на меня подействовало у меня как раз в это время вот трое суток зуб болел так что я уже трое суток не спал практически уже и спиртом не обожжёк там в общем какие только средства не применял раньше он мне тоже побалевал но я как-то всё это быстро у меня выходило но а тут вот прямо трое суток я спать не могу уже добавь все и пойду вырывать потому что уже сколько можно с ним учиться и вот тут вот я сделал как раз вот ночью вот еле-еле тут сижу уже и так вот трое суток не спавши уже тут глаза закрывается закатывается и вот я как раз вот раз у меня все заработало засветилась тут вот индикаторы светятся все и вот я чувствую у меня работает и зуб буквально сразу стал проходить уже на следующее утро у меня вообще практически не было болей так побаливала так ныло но значительно терпимее мне уже не надо было там на стенку лезть я уже первая ночь где я спал нормально и герпес мне как раз я перед этим простыл вот лазил там по всяким корчам перемерз и у меня заметно было вы как я только сильно простыну у меня тут же герпес выскакивает с детства тоже где-то было так и тоже мне начал герпес вылазить вот а тут раз и я смотрю вот проснулся утром встал у меня вообще нет ну конечно да эффект был огромный конкретный но было нюанс такой меня было вот я толком не знаю потому что я веду здоровый образ жизни почти вегетарианец и так лишней ерундой не питаюсь но вот была такая сильнейшая изжога типа наверное изжога я даже не знаю правильно так или нет но в общем в груди что-то было такое прямо неприятное именно от воздействия этого то есть я выключаю одно стихает я включаю она опять там мы прямо вот меня аж сдавило причем были такие моменты охватывала что аж было неприятнее чем вот зуб болел вот такой вот был дисбаланс ну я это так ну думал первый раз вот наверно все таки хотя по идее тут передозится никак не мог успеть но может быть все таки вот как-то повлияло я про это все постепенно забыл но я уже сказал что мне дэновский генератор я уже говорил об этом когда-то что мне дэновский генератор не понравился из-за его реактивки это что там вот этот дроссель что надо это частоты эти подстраивать это все вот и к тому же это реактивка она давала одесс который вот шандарашил вот по этому активному конденсатору который не имеет гальванической связи между обмотками ты он там в обратку дает и на выходе генератора вот как эти вот болваны это электрики смотрит там вот на генератор у них там 30 вольт 50 а то и некоторые там 100 вольт и даже 120 помню где-то кто-то там где-то писал у меня там 120 вольт прямо прямо такие радостные и не понимает что там радоваться есть это и дети сплошной что генератор сам по себе он не может если он питается 9 12 вольт вот 70 56 примеру например 12 вольт выше 10 11 вольт просто амплитуды никогда не может они там 30 и 100 видят и понять не могут типа вот это это за радость а это на самом деле вот это вот из-за того что происходит реактивная реакция вот из-за этого дросселя который этот принудительная разгонка этот костыль то он вот выдает на этот беззащитные активный конденсатор и вместе с завихрениями получается вот эта волна обратная которая прет через весь этот тор возвращается назад и выдает по идее вот наводку на вот эти приборы которые считают что у них на самом деле там этих 30 и 100 вольт а если бы там на самом деле на этих генераторах вот извне что-то пришло выше чем они сами дают если он дает там 10 вольт например амплитудного генератор особенно однополярный просто сгорел если бы это было на самом деле так но эти дипломированные болваны они любят из всего сенсацию делать это меня мне это сразу абсолютно не понравилось и вот это что его надо делать это что так надо делать и вот как это работает я сразу я как раз же валентин дендорф вот тогда подогнал пару этих генераторов своих там вот этих мощных на 818 и 119 транзисторах эти коробочки черные если кто помнит от миандронов у него там были целый ящик стоял неисправных он мне там подкинул пару штук и ну я их восстановил сделал повыкидывал лишнее этого оптимизировал они у меня тут долго служили я вам показывал сколько раз но они работают от 15 20 вольт где-то то есть тоже неудобно ну и достаточно мощные хотя мне вот эта мощность позволила выявить вот многие моменты интересные но опять же там для меня как для исследователя а для пользователя мощность это не нужно вполне достаточно 70 56 и того же дендорфа тоже была разработана схема на 70 56 без всяких этих реактивах дурных только ну правда там полевик стоял на обратке на обратной связи и ару там вот этот но меня это устраивало и вот я вам показывал я там вам подробно у меня ролики тоже есть несколько лет назад и выпускал про это все все это имеется потом я сделал свой генератор вот на трех деталях тоже вам показывал на 76 вот все вполне было достаточно нормально и у меня все всегда работало и вот год назад уже больше года я все-таки руки дошли сделал именно на варианте цифровом усилителе 88 71 это микрошка идеальная для вот такого пользования 5 вольтовая причем когда с юсби прямо вот берешь вариант и тебе ничего другого не надо питание этих юсб фишек хватает зарядок всего этого хватает очень удобная система получается а еще на аккумуляторах вот как получается кпд высокий 90 процентов в отличие от 76 где там буквально процентов 40 наверно кпд так как она аналоговая потери большие нагрев большой все это очень сильно мешало радиаторы все эти дела а тут вообще ничего не надо фактически и идеально работает так как у неё вот и микросхемы частота дискредитации два с половиной гигагерца а это и причем она рассчитана до печи стандарта до донпочек а м приемников там 465 килогерц вот он был рассчитан на как бы на эти частоты еще поэтому два с половиной герца там за глаза а нам нужно вот около 300 килогерц плюс минус лапы поэтому там синус получается отличный идеальный она очень стабильно работает все это у меня работало все нормально все в порядке я все везде что не раскидываю у меня все нормально а мне люди сообщают вот те которые повторяют мои конструкции что вот у них все не в порядке ну не все а вот у некоторых какие-то возникает странности и проблема а я что им могу посоветовать я ж не в курсе что они там ну иногда спрашивают да вот какой генератор применяете но вот горелочки на горелочки на мне было как-то это лучше я-то не применяю и я не знаю мне нечем было сравнивать а тут появился вот один парень он скобрина буквально 50 килограмм от меня вот он состыковался со мной и вот он тоже как раз и делал посохи у него там куча всех этих вариантов и life sinus там еще какие-то десет в общем разные варианты куча он давно пользуется и мои посохи эти тот же вот варианты сделал но опять же вот применила за до генератор вот он мне его принес и а так как здесь 50 километров что здесь сел в маршрутку через час уже тут вот и он ко мне в гости заезжал и мы заметили точнее он заметил такое вот он как раз тут был вот у меня тут посохи все время включены как я вам говорил они у меня постоянно круглосуточно уже более чем полгода не выключаются и вот у меня пару посохов опять же было то включено задействовано и вот мы с ним тут беседы мы говорим о том я осен вот и где-то пару часов тут с ним диалог ведем ты вот он после этого вот а после стоят нескольких метров он приехал домой и говорит вот на следующий день просто себя так кайфово чувствовал что как никогда ты спал хорошо и проснулся очень рано и действовал себя очень бодро вот потом он опять приезжал опять это эти ощущения и вот он начал так сказать думать чего что и как вот я как-то не обратил внимание что что он там какой генератор применяет но он именно говорил что у него проблемы вот то есть он сделал посохи и разные варианты и у как-то вот вот все прекрасно вроде работает но что-то вот как-то вот вот не то и вот какое-то там вот особенно по утрам вместо этой бодрости наоборот голова раскалывается там болит что такое вот вроде дает пользу но вот какая-то то польза такая странная и тут вот вспоминается что тот он применяет этот генератор а так как разница в том что вот он приходит приезжает сюда и ему все отлично а домой приезжает и в свое включает и не очень он соответственно ищем причину находим что наверное вот в этом я ему отдал на такой вот я показывал примерно в таком же корпусе генератор я собирал до 76 а вот подробно когда-то схему раскладывал но потом я туда загнал 88 71 ты вот дал ему поиграться он мне привез этот чтобы я посмотрел но я конечно посмотрел уберу смотреть тут все понятно вот сделал в общем то по идее так с первого взгляда добротно если кто не понимает в этом всем вроде как я неплохо ну да универсальный ящичек применяли корпусом хоть как-то до полу кустарно но все-таки лично так для в общем то для потребителя это вполне нормально здесь качество но китайцы еще не такое качество сделают в общем вроде как все нормально прилично но тут стоит схема горелочкина опять же вот с этой реактивной вот и он значит взял этот генератор у меня подключил целую посуху у него все отлично вывод какой и я тут вспоминаю конечно все свои предыдущие эти вот диалоги с людьми которые мне прислали все эти сообщения видео и фотоматериалы ты я понял что да дело вот в реактивке именно в самой к тому же сейчас вот этот товарищ с белочкой который там еще лет пять назад на меня гнал сразу как только обо мне узнал он тут же на меня стал гнать а так как он заядлый алкаш что у него как белочка его посетит он мне там гадости напишет где-нибудь в ютубе под каким-то роликом потом нас когда приходит в себя с бодуна то уже стирает это все опять цирк такой я с ним соответственно пару раз пытался как-то побеседовать нет бесполезно из-за меня и свои youtube каналы удалял очень такой неадекват но у него есть вот народный генератор причем сейчас он там продвигает вообще какой-то усиленный мощные забойные ему же не хватает же кайфа можно побольше особенно когда там пиво ему надо зарядить такой энергией чтобы потом не было буду на после запоя вот он так вот себя вот и позиционирует до сих пор его главное чтобы вот пиво его вставляла но потом не было побочки и вот он использует для этого очень сильные генераторы то есть разгоняет вот это вот реактивку до такой степени что там все уже гудит а я вам сколько раз говорил что большая мощность здесь не нужна вот вы даете или большую мощность или длительное время используете значит у вас начнет организм просто сопротивляться и сами себя будете насиловать то есть будет уже не плюс а минус в вашем выздоровлении но я же говорю как когда обезьяна с гранатой это конечно все тяжело так вот об этом я и хочу сказать вот этот скандальчик закатить потому что все-таки это дело серьезное как получается и опять же вот этот парень из скобриного вот ко мне приезжал вот наверное совместно с ним даже не знаю стрим их хотел бы сделать но видите не получается поэтому запишем ролик в скайпе с ним переговорим по поводу этого чтобы он так сказать как свидетель уже к этому подходил и уже со своих слов рассказывал потому что одно дело я расскажу а другое дело кто-то сторонник о том что не только не только в посохе дело то что вот на посох это влияет но он и подключал у него куча других там вот я же говорил что у него и плоские и бублики самые разные и там с эти статические ночи каких только нет у него этого добра целый ящик все это вот на себе перепробовал и вот сейчас он вот как раз пробует все подключить вот такому генератору и видит что эффекты другие все работает мягче чище и такое ощущение что на полезней а вот это вот бьет и дает по бочку какую-то и вот мы сейчас с ним это будем выяснять да по поводу этого генератора если кому интересно я может быть сделаю отдельный ролик разложу его все по полочкам по компонентам тут в общем для меня все понятно так как я сам разработчик и в общем конструктор с давних пор с 50-летним стажем то мне тут это все довольно таки ясно говорят разрабатывал какой-то сверх инженера авиационной промышленности ну по идее да я же говорю что с первого взгляда все отлично все красиво все хорошо но на самом деле как минимум две трети всего лишнего и вообще-то я бы так и не делал конечно и вот я хотел бы это рассказать показать и направить может быть кому-то полезно будет информация как лучше не делать хотя в общем-то конструкция да по идее все нормально но с точки зрения допущенной солидности вот это все это конечно да вот показать что вы видите как вот все тут сложно все хорошо даже вот микропроцессор применил до атини 13 это я тоже все объясню для до каждого компонента могу объяснить коробочка конечно тут такая какая есть но тем не менее сделан он для пользователя нормально но я бы так не делал и вы могу объяснить почему и тем более почему здесь стоит именно вот этот дэновский генератор с реактивкой конечно это вот как оказывается большая беда поэтому вот такой вот я информацию вам подаю а вы уже думаете сами себя для себя решаете что делать и куда в каком направлении идти и обязательно проверьте вот если у вас есть такая возможность проверить именно что такой генератор и вот такой генератор который до 88 71 или обычные как я вам показывал до 70 56 варианты до без реактивки и именно сравнить вот результаты как будет с тем и как будет с этим ты и постарайтесь мне какие-то сообщения по этому поводу сбросу то может видео там или еще что-нибудь в общем фотоматериал какой-то но так пока всем всем пока счастливо до свидания будьте здоровы